Друзья, для тех, кто не в курсе, хочу сказать, что недавно я вернулся из Китая и потихоньку буду загружать то, что я там наснимал. Первое видео о работе китайской фабрики можете посмотреть уже сейчас. А на втором канале вышло видео о моем походе в самый крупный рынок электроники. Рекомендую посмотреть. Ссылки на оба видео найдете в описании. Всех приветствую на канале. Регулируемый источник питания является обязательным атрибутом на столе радиолюбителя. Но зачастую из-за их немалой стоимости многие предпочитают сделать лабораторный блок питания своими руками. Блоки питания бывают линейными и импульсными. Основное преимущество импульсных схем – это их высокое КПД в 90 и более процентов. Взамен линейные схемы имеют низкий КПД, но обеспечивают более чистое напряжение на выходе. Без всяких помех, которые свойственны импульсным источникам питания. Любой радиолюбитель, думаю, согласится, что линейные схемы лучше. Но при конструировании линейных источников питания большой мощности возникают проблемы с охлаждением силовых транзисторов. Поискать промышленный регулируемый источник питания поможет сервис e-каталог, который себя представляет огромную базу по поиску любых товаров в магазинах твоего города и не только. Многочисленные фильтры, функция сравнения цен в разных магазинах и прочие плюшки облегчат поиск нужного товара. Ссылку на e-каталог найдешь в описании под видео. Я очень советую посмотреть парочку последних видео на тему линейного блока питания. Там подробно пояснил все возможные проблемы, с которыми можно столкнуться при конструировании линейных источников питания. Ссылки на упомянутые видео найдете в описании. Коротко поясню, в чем заключается основная проблема. Допустим, вы собрали блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 30 вольт и ток от 0 до 5 ампер. В случае линейной схемы, если выставить на выходе малое напряжение и большой ток, ну, например, 3 вольта и 5 ампер, на выходе получим мощность около 9 ватт. Взамен на транзисторе будет падение напряжения как минимум 27 вольт. С учетом тока в 5 ампер получим около 140 ватт мощности в виде бесполезного тепла, которое нужно отводить с транзисторов. Есть два основных варианта решения этой проблемы. Громадный радиатор с вентилятором для охлаждения силового транзистора, либо система переключения обмоток трансформатора или коммутатор. Второй вариант наиболее предпочтителен и позволит избавиться от массивных радиаторов и шумного вентилятора. Принцип работы очень прост. При малых выходных напряжениях на вход стабилизатора также подается малое напряжение. Таким образом, мощность, рассеиваемая на транзисторе, будет гораздо меньше. Следовательно, КПД увеличится в разы. Но для того, чтобы задействовать коммутатор, нужно иметь трансформатор с несколькими вторичными обмотками. Желательно с полностью одинаковыми параметрами. Например, три обмотки по 12 вольт. Перед вами сейчас самая простая и безотказная в работе схема релейного коммутатора. Давайте поймем, как это работает. Имеем пару стабилитронов на одинаковое напряжение. Парочка реле, которыми управляют маломощные транзисторы обратной проводимости. Точка А подключается к выходу лабораторного блока питания. Масса питания общая. Схема коммутатора питается от отдельной маломощной обмотки. Если напряжение с выхода лабораторного блока питания ниже 12 вольт, стабилитроны закрыты. Стоит заметить, что через стабилитроны и переходы база-эмиттер протекают ничтожные токи. Если напряжение на выходе лабораторного блока питания больше 12 вольт, первый стабилитрон моментально сработает. Сигнал поступит на базу первого транзистора, отпирая его. Через открытый переход поступит питание на обмотку реле. Как следствие, реле также сработает, коммутируя соответствующую обмотку. Теперь на вход нашего лабораторного стабилизатора поступает напряжение 24 вольта. При увеличении выходного напряжения с блока питания до порогового значения, а это сумма напряжений обеих стабилитронов, точно таким же образом сработает второй стабилитрон, что приводит к отпиранию второго транзистора и сработает второй реле. Теперь на вход стабилизатора поступает полное напряжение со всех трех последовательно соединенных обмоток трансформатора. В это время первое реле все еще включено. На его обмотку поступает питание. Но сейчас это реле никакой роли не играет, так как питание поступает по второму реле. Естественно, это не страшно. Но добавив в схему еще один транзистор со стабилитроном, можно решить этот вопрос. Если напряжение на выходе источника питания больше значения суммы напряжений стабилизации всех стабилитронов, сработает третий транзистор, шунтируя базу транзистора, который управляет первой релюхой, на массу питания. Тот закроется и реле отключится. Дополнительный стабилитрон нужен в большей степени для обеспечивания своеобразного гистерезиса отключения. Но эту часть можно вообще исключить из схемы. В нашей схеме использованы реле с напряжением катушки 12 вольт. Диоды предназначены для гашения напряжения самой индукции с обмоток реле во время их отключения. Иначе возможен пробой управляющих транзисторов. Ток коммутации реле зависит от вашего блока питания. Если конструируете лабораторник, скажем, на 5 ампер, реле желательно взять с двукратным запасом, например, 10 или 12 ампер. Базовые ограничительные резисторы для транзисторов могут иметь сопротивление от 6,8 кОм до 15 кОм. Сами транзисторы обратной проводимости. Можно взять любые малой или средней мощности. К недостаткам этой схемы можно отнести использование электромагнитного реле. Но должен сказать, что во многих промышленных блоках питания именно такое же решение. Реле издают звук во время переключений, а контакты, сами понимаете, не вечные. Есть системы, где переключающим элементом является семистор. Но такие коммутаторы также не идеальны. Часто возникают проблемы с управлением. А на самих семисторах будут потери, а следовательно и нагрев. К тому же семисторные схемы довольно сложны. Питать схему коммутатора можно как от отдельной обмотки, которая намотана на основном трансформаторе, так и от отдельного маломощного блока питания. Напряжение этого источника должно быть от 18 до 20 Вольт, плюс-минус, при токе 200-300 мА. Ну все, ребята, вроде ничего не забыл. Печатная плата со схемой находится в архиве проекта. Ссылку найдете в описании. Там же в описании будут ссылки на покупку всех комплектующих для сборки такой же системы, а также ссылки на готовые коммутаторы. Посещайте официальную группу канала, задавайте вопросы. Ну а на этом я прощаюсь. С вами, как всегда, был Касья Нака. И до новых встреч. Пока.